Не знающий прошлого, не имеет будущего. В начале августа исполняется 100 лет с начала одной из масштабных и кровопролитных войн 20 века, Первой мировой. Она длилась 4 года, охватила 38 государств, затронула практически каждую кубанскую семью. По прошествии века забытые имена героев Первой мировой становятся известными и увековечиваются. В центре станицы Бжедуховской состоялся митинг, приуроченный к открытию памятника героическому земляку. Герои Первой мировой войны, участники мероприятия – это станичники казачества, представляющие майкопский отдел кубанского казачьего войска, священнослужители Белореченского и Абширонского районов – назвали это событие знаковым. Ведь историческая правда возрождается спустя столько времени, а современникам открываются до сей поры неизвестные факты, примеров воинского искусства и патриотизма личного мужества и героизма офицеров и казаков, которые стояли на защите своей родной земли. С 1914 по 1918 годы из кубанского казачьего войска на фронт было мобилизовано 110 тысяч человек, подлежащих призыву. У нас установлено 274 человека. Это станицы Рязанская, Бжедуховская, Черниговская. Это те, кто ушли воевать отсюда, с нашей Белореченской земли. Во время войны порядка 4 тысяч казаков и офицеров, то есть 30% всех кубанцев, были награждены георгиевскими наградами. Благодаря поисковой работе стало известно имя уроженца станицы Бжедуховска Антона Филипповича Новосёлова, удостоенного четырёх георгиевских крестов и звания полного георгиевского кавалера. Старший урядник Антон Новосельцев во главе девяти пеших бойцов выбили отряд, взвод противника, более взвода противника, засевших за церковной оградой. Троих взяли в плен, четверых изрубили. Он был смело решителен и не оставался в стороне, в беде чужих и других людей. Как отметили собравшиеся, открытие памятника не просто приурочено к юбилейной дате. Это дань великим подвигам и предостережение о том, что наш мир очень хрупок. Напоминание о том, что есть самое ценное на земле – это мирная, спокойная и стабильная жизнь. На Краевом совете атаманов руководство Кубанского казачьего войска высоко оценило работу Маякопского отдела, который проводит большую работу по увековечению памяти героев. Начиная с 2010 года мы устанавливали мемориальные доски георгиевским кавалерам, полным георгиевским кавалерам. Установили в станице Келермесской генералу Ткачеву, георгиевскому кавалеру, первому командующему воздушными силами России. Установили мемориальные доски в станице Новосвободной, в станице Даховской, в станице Кужорской. И вот сегодня отрадно отметить, что мы открыли мемориальную доску полному георгиевскому кавалеру Антону Новосельцеву. Большую исследовательскую поисковую работу провели под ЕСАУЛ Игорь Викторович Нестеренко, Галина Алексеевна Морозкина. Это жители нашего района, члены казачьего общества. В настоящее время работа продолжается и она будет продолжена. Есть задумка увековечить память всех героев, жителей бывших Белореченского района, героев Первой мировой войны. Гордость за нашего прадеда переполняет, конечно, очень рады. Благодарны всем, кто принял участие в постановке такой памятника. Ну, Катя, конечно, спасибо, что открывает нам историю. Она была с 17-го года забыта и не давалась. Нам даже учебники не давали изучать, что уже было такое казачество. Памятная плита Антону Новосельцеву установлена в самом центре станицы. Рядом находится обелиск героев Великой Отечественной и памятник культуры 18 века. Местная администрация выразила надежду, что данный памятник не просто станет дополнением к монументальной композиции, а центром духовно-культурного наследия Бжедуховской. По окончанию церемонии открытия была отслужена литья в память о жертвах Первой мировой. И возложены цветы к подножью памятной плиты. Наталья Колесникова, События и люди. Продолжение следует...